здорово то ли здорово ладос а ты в курсе что у нас открылся новый техцентр не в курсе да сейчас поедем покажем клиентам как проехать как вообще что там происходит он у нас открылся но еще на стадии то есть глубокого такого вхождения в русло отправляться будем отсюда с дубнинской 50 best районе 1 там будет для наших клиентов попроще самкада будет заезд то есть будет легче проще удобнее и там будет такой можно сказать как основываться центр центровым зап где будут сложены в единые все сферы то есть как бы наших услуг то есть мы все там будем комплектовать то есть токарка ремонт всего то есть как ходовая так и двигатель до запчасти то есть очень большой авто сервис вот основная то есть основной весь склад запчасти будет у нас там ну что-то из свежего или что-то из старого когда я начинал и был никем можно сказать не было ни друзей не знакомых то есть только самое начало пытался выйдет как люди подходят к той точке когда они решаются сесть поезд или самолет и отправиться в москву все было принципе то есть москву то я попал 2005 году 2005 попал на завод же бы и и потом принципе там пару лет работы 2008 году все знают что был кризис и завод быстро развалился кто-то его поднял и пошли мы искать дальше многие весь в принципе все работники завода пошли искать и вот попал я потом в автосервис тупик авто это на тушинской 13 метро тушинская там поработал два с половиной года потом уже с одним другом с киргизии за мир но он мне многому научил многому научил парнишка очень хороший до сих пор общаемся с ним до сих пор он работает и он меня приволок на героя панфиловцев техцентр авто митина был там такой герой панфиловцев дом 26 вот там да уже там были такие прям серьезный был опыт поэтому вообще я в целом считаю что если я копался прямо ну с детства ну прямо с 10 лет я прям хватал ключи и пытался починить велик потом починить мотоцикл и это далее мотоцикл у меня вообще прям было большое количество мотоциклов но сейчас здесь не не разъедемся походу разъедемся все нет нет кармашка них и нато не москва конечно в этом плане просто рабочий день то есть очень сложно куда-то попасть сделать кучу дел очень очень сложно то есть вот это вот такая проблемная всегда вечно приходится где-то стоять что-то как-то делать так вот гранд старых пытается удачно здесь выскочили а вот здесь как раз правой стороны у нас все все и стоит сейчас кстати будем проезжать ту пробочку которую наши клиенты пытаются преодолеть ежедневно я допустим приезжаю на работу пораньше поэтому если допустим в семь часов я еду то все как бы еще без проблем вот на этом вся светофоре уже то есть оттуда с левой стороны разворот и уже с девяти часов здесь ну просто стоит до самого дмитровского моста до развязки домка до вплоть туда все стоит сорвен то кстати климат работает вообще шикарно то есть на дизеле все-таки он сейчас включена вниз и наверх в этом плане она прям вообще встретился я со своими можно сказать будущими директорами еще на тушинской 13 потом то есть мы разошлись они ушли и открыли запке то есть это первый был там химках у них встретились мы опять же потом у них был на туристской открыто было запке первый магазин москве а я работал рядышком на героев 26 и вот там мы как бы пересеклись и все в один прекрасный день то есть и опять же они свои запчасти со своего магазина устанавливали можно сказать чужом сервисе то есть знаю только меня вот в один прекрасный день родился у них план они пришли и говорят анатолий а пойдем ка мы сами будем работать будем будут у нас приемлемые цены хорошая грамотная работа и вот с этого и начался уимзап вот здесь мы выехали сейчас получается на дмитровский мост и варианта у нас туда доехать 2 в любом случае включаем навигатор если мы едем из москвы у нас мы будем сейчас опускаться в тоннель и в тоннеле будет разделяться дорога намкат налево или поехать прямо ну вот то есть если мы сейчас поедем с правой стороны то там принципе у нас никогда не бывает пробки то есть это самый верный будет из москвы самый такой верный путь самый быстрый потому что нам к не знаем что мы там у нас перед химками всегда все стоит поэтому вот здесь у нас есть объезд сейчас через новодачную рядом с городом героем долгопродный здесь все огромная куча камер они куда-то и всех убрали там был он такой как вороны висели на этом и все исчезли куда-то они долгое время не работали или работали потому что но все исчезло все пропало каждый год все копают копают везде копают технические навыки касательно именно корейских автомобилей и вообще двигателей как ты приобретал то есть тебя блоккой подготовка профессиональная или это все методом так сказать проб и ошибок на практике в основном все было в практике все было в практике если допустим с ремонтом ходовая часть ремонтом двигателя было еще попроще то есть опять же очень сильно помогли мне на тот момент запки когда они были то есть у них был магазин с запчастями и была возможность то есть если у меня были предположения что там сломался регулятор или допустим это турбина то была возможность взять то есть у этих ребят когда мы не работали вместе взять возможность запчасти и вот методом до проб и ошибок а вот уже по диагностике когда пошел дальше получается в практике я все знал все умел принципе как снять все поставить сделать но теория была очень слабенькая и поэтому руководство направила на курсы обучения здесь в москве то есть там было 19 дней вот и обучался здесь москве на тимирязевской bosch фирма где санита можно сказать и раскрыли мне глаза дали понять для чего нужен регулятор дозатор как это вообще в целом принципе работает зачем это то есть как распыляется форсунка как не должна выше ниже вот эти все вот моменты да и вот тогда мне прям стало гораздо легче то есть а так нет в целом все все сам все сам как и все то есть я думаю думаю даже если бы я и учился то ничему вы мне там толком не научили нет давалось всегда все легко то есть вот именно та часть которая была техническая она всегда давалась легко то есть не знаю я брал любую новую вещь мне незнакомую я смотрел на нее и видел что здесь стоит стопорное кольцо там болт то есть опять же необходимо было все это проверить несколько раз и потом снимать до первое время не буду скрывать было как бы с одной стороны даже страх то есть наставника у меня какого-то не было было даст страшновато разбирать там первый дизельный двигатель на в 6 на том же киев мохав то есть разбирать снимать было сложно там где я работал на героев 26 руководство не задумывалось о том что умеешь ты или не умеешь тебе просто давали бмв дизельный ранжровер в 6 там q7 на который надо было сменить там porsche cayenne сделать капремонт и вообще то есть и вот там да все там это делалось вот мы сейчас лихачевского повернули и разворачиваться ага вот мы поехали мы едем слева синее здание двухэтажное прямо выезжаем когда мы едем едем что автобусы какая стояночка и вот мы справа за мусорными баками видим палисадник красивый ту юра вот он вот он боимся покажешь здесь елочки вот то есть сюда буду да у нас направляться клиенты офис вот машина можно припарковать чуть дальше вон метров есть место то есть мастер забирает отсюда и уезжай тогда давай развернемся а мы тут туда визжать не будем надо показать людям куда уедет их не машина знаете так то есть здесь вы приехали оставили а мы едем дальше то есть вот она у нас дверь помним за вот она здесь и мы отправляемся дальше то есть здесь вашу машину заберут и чтобы вы не переживали она едет вот сюда и проезжает вокруг этого здания здесь с дорожкой тоже будет еще ремонт очень как бы здесь много-много будет ремонта всякого слушай ремешатчики пищит и вот сюда будет отправляться ваша машина он тут уже есть саньон портер довольно вот большой будет делаться лицевая часть то есть также еще ремонт продолжается вот уже сантафе киа спортер без двигателя у нас разобрана sorento без двигателя разобрана бы вы на крючке попалась сейчас делается основная техническая часть то есть в цеху а потом будет уже наружне наружне тоже же конечно много сделалось тут очень много надо работы произвести все 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 мы приехали пойдем здороваться с людьми ну чё тут смотрите у нас получается вот здесь вход надо будет обязательно косметический ремонт еще сделать так вывеску повесили ну надо конечно все это красит приводить порядок потому что но это как бы выглядит не совсем ну вот приемочка уже стал и у нас по правую левую сторону будут здесь будут принимать машинки кофе рад коса здравствуйте к самое место там чертара косы везде везде все валяется вот прям буквально все валяется везде все настраивается подключается комната отдыха телевизор на полу грязь то есть все сейчас пока на стадии ремонта так то что у нас налево здесь наверное баня сауна для тех кто это у нас будет санузел еще один санузел тут можно будет всем так ну вот смотрите подъемники перевезли оттуда с 83 а то есть тут уже санузел то есть для клиентов и работников цеха разделен сделано то есть место здесь очень очень много очень много комнат то есть будет и топливная часть отдельно по ремонту вот здесь самый главный элемент то есть это тельфер который ходит сверху получается здесь была автобаза то есть раньше давным-давно поэтому он здесь остался присутствует он рабочий прекрасного состояния но я думаю надо будет обслужить потому же так что тут у нас компрессор много много комнат где будет размещаться оборудование склады это та часть которая еще вот только-только начала работать видите да везде провода везде строим материалы а сейчас перейдем в цех где уже принципе кипит работа там прям сразу первую очередь начали цеха здесь два то есть у каждого будет свое место вот развал схождения будет прямо то есть тут у нас задержки на развале не будет развал так как делается быстро идет принципе будет текучка то поэтому проблем с заездом не будет вот здесь тоже помещение вполне возможно да что здесь будет электрик может быть здесь даже будет стоять топливный стенд а вот тут уже вот тут уже как видим видите все стеллажи стеллажи порядок да еще все это домой это все уберется уже все есть у нас воздух то есть гранд старок спектра все висит ящички вот тоже ножничный подъемничек в принципе небольшая экскурсия по нашему новому техцентру поэтому ждем вас когда будут допустим вы будете связываться через мастера или менеджера по запчастям то вы уже будете иметь представление куда вам ехать и с чем вы здесь столкнетесь то есть каждым днем здесь все будет лучше лучше и лучше то есть сейчас также переводится то есть оборудование переводится сюда специалисты поэтому ждем вас пока